Аплодисменты Это очень известный самовер Который мне почти все авторы Известной работы Когда он мне звонил Мой сынок всегда говорил Тебе я звонил какой-то самовар Так что он так же слышит, как я читаю Рад вас видеть и слышать Это нам пока все Хорошие смыслы Хорошие смыслы это ведь как слово Я придумал, когда На чужих странах выступаешь Как-нибудь пошутишь В хорошем смысле, чтобы они поняли И когда в Израиле спросили А что это у вас показывают? Гнездо глухаря 30 минут Им на середине песни раз и выключают Я говорю, потому что эти программы обрезаны В плохом смысле Но после программы Нас мучают вопрос Занялись ли вы Через то, что касается сложением Ну я пел свои песни И вообще какие последствия Именно ваше выступление Я просто дружу С Успенским Я не буду говорить Профессионально Как-то качество, как телеведущего Или как угодно Он мой товарищ и настоящий ребенок В то время, когда он пригласил меня на программу Ничего не сказал И говорит У нас сегодня веселые дворовые песни Я говорю, смешные дворовые песни Большой знаток их Известный бард Михаил Кочетков Мало того, что я дворовых, веселых не знаю Вообще дворовых песен не знаю И свои не все помню еще А потом говорит, смешные, но не всегда веселые В то время, когда Володя Тюрианского попросил Расскажешь что-нибудь смешное из практики геологической Это же геолог был, экспедиция А я говорю, помню, да Хорошая была, смешная история Говорит, у нас мужик в поле умер Ну, веселая история, естественно Да, там, срубили гроб Поставили на косу на речке Сами поднялись на Могорок Его упомянуть Проснулись, гроба нету Вода поднялась, он уплыл А под тем временам побег Хоть в гробу, хоть без гроба Ну, в общем, веселая история Потом кто-то сказал историю Как они начали пристреливать ружья Купили под Магаданом ружья И начали пристреливать по другому берегу попню И вдруг из-за него выбегает огромный мужик Такой, рыжий, бородатый Руками машет один кучик Мужик, ты жив? Он говорит, нет Как? Мужик, ты жив? Он говорит, нет, я русский И тут не выдержал И тут не выдержал Успенский И говорит, ой, я тоже помню смешную историю Нас все представят, насколько действительно это ребенок в душе Потому что он не отдаст себя отчетом Он не контролирует А это прямой эфир идет Ну, говорит, у нас был смешной случай Значит, мужик траву на пойме косил В половодье И увел сама, вот, здоровый такой, полтора метра Он косу перевернул тупым концом Бам по башке И голову себе отрубил Кошла-то у меня это вообще картинка Я, понимаете, выступаю там только, когда меня бросили Вместо Шандыбина должен был выступать Лев Дуров Поэтому я об этом узнал уже привязанный к микрофону Когда я собираюсь съесть в Америку Мы вас там заждались, бастанчане Мне предложили поехать в Америку на шестьдесят концертов Я тогда поеду туда вместе со своим гробом Потому что я больше двадцати концертов давать не умею А они говорят, что меньше пятидесяти это не рентабельно Так что, если мы сойдемся на двадцати одном концерте То тогда я поеду Хорошо, это я прочитаю Это маленький стишок Сейчас я вот еще просто прочитаю Вот, какая картинка Добрый вечер, Михаил, спасибо вам большое за песни И наше хорошее настроение Ну это вам за хорошее настроение, вы оптимисты Мы поняли, что так как вы много поете про алкоголь Он не про любовь То являетесь, а, в Курску он не про любовь То являетесь в этой области большим теоретиком Ну вот я как раз это в ответ вам прочитаю Тут, как типо будет теоретика Это памятник, вместе с Пушкиным написано С одним древнерусским словом «Итить» Это слово «Ититропа» Вот, нет, весь я не умру Я весь могу уехать Пока не заросла народная «Итить» А коль зарастет, свет не помеха И весь я не умру И весь могу запить И весь могу запить И может даже спиться Но вспомните обо мне, богатырей, не вы Ведь разнесет мой дух степное, как у лица И даже мертвый я живее всех живых Я памятник себе Любезен я народу, что чувство доброе в нем Литром пробуждал Обиде не страшась, я так закончу оду Я не любитель выпить, я профессионал Отдельно, причем это Такие вещи пишутся совершенно не как Какой-то какой-то Программный документ, как манифест Нет, просто это смех Когда видеть меня в ведущем гнезде уже, наверное, никогда, я думал Уже, как говорится, другие люди ведут почему-то Пожалуйста, если взять и снова осень И снова осень я, к сожалению, не спою Я спою хорошую другую песню По поводу того, что в «Манхетт-Экспрессе» что-то обыскивают То что звать надо, видимо, только тех Человек говорит, кого Это не смущает А я меня ни разу не обыскиваю Ну я хоть и подозритель Какая-то внешность Ну ладно, ну это Давайте оставим Я сейчас Тогда спою Еще посвящение Сибири С еще Эпиграфом из другого посвящения Сибири Кусочком Жизнь свою я сам, конечно, загубил Ведь рожден я был за светлое сражаться Будь я Ленин, я бы Крупского убил Будь я Энгельс, издушил бы нафиг Маркса Весна настала, можно жить Сомнений есть, сомнений нет Я симпатичен, весовый, но вылитый пижон В ломбард киталор заложив Куплю у немца пистолет И алюминиевый свисток на радиес-мажор Прекрасен радиес-мажор Он режет воздух пополам Блести в немецкий пистолет От мушки до курка Я не лезу на рожан Ведь я не жалоб, я не хам Я подающийся поэту непризнанный Пока когда-то наши деды утопали в крови А может, в этой крови умывали руки Теперь уж мы наш новый мир построим В одной отдельно взятой на поруки ПАДАБАДАДАМ Бу-бу-бу, бу-бу-ка и мотив, И поранём самокат от чёрта лысому свезёт, Где поработанную ду-ду-дуди-то локомотив. Ду-ду-ду-ду локомотив, ду-ду-ду, Ду-ду-ду, ду-ду, локомотив, Дудит, запас на пути, И парни поезд прохрепит. Кордавая шанаха, мы гитары обхватив, Тихонько в небо полетим, Как с узелочками шнурки, На голубых шарах, на чёрта лысого, Мы поран не станем, он нам не сват, Не жених, Ведь мы и сами, да и ж с усами, Да и ж жених всех живых. Нам всё доступно, это факт, Ведь она говорится нам, Покуда наши жены спят, Не нашим, не дозна нам. Ведь от тайги до британских морей Нету таких, кто на сказке вейт. Сейчас я пою всё-таки песенку, Опять извиняюсь за фольклёв, Но она посвящается великой русской традиции, Прятать спиртное, когда приходят гости. Другого слова не скажешь, Если ты тот, Пришедший в гости человек, Другого не выродишься. А это был такой спектакль, Который мы с Андрюшей Ампиловым делали. Кружка одна, а не дом. Извините, Вашили песню про Марка Иосифовича, Который родился маленьким, конечно. Это мой бывший родственник, Двёртый брат первой жены. Хорошо. Так, я сейчас спою песенку такую, В общем, скажем, она тоже странноватая, Не самая весёлая. Он умер во сне, никому не мешая. Он просто устал по утрам просыпаться, Угрюмым соседям с утра улыбаться, А после перестись на работу в трамвае, Бояться, что где-то подхватишь ангину, И будешь в больнице казённой валяться, Сухими губами просить тебя на легину, И злой медсестре, как дурак, улыбаться. Нет, лучше уж дома. Так как-то спокойнее, как тень, Проскользив в коммунальной прихожей, Покорной, забитой, как лошадь на бойне. Ну, сколько я видел их. Господи, Боже. А всё начиналось совсем по-другому. И жизнь, как счастливый билет лотерейный, Сулила любовь и удачу до гроба под бессом и муча. И хамингуэя. Он был полон планов и детских секретов, Ведь мать, как всегда, до утра на работе, Отца он не помнил. Тот вечно в походе. Не всем выпадали такие билеты. Здесь, когда обрывается день, Фонари, дорогой, не спасай. И в теплушках дрожат до утра Перепуганные мусора. Ты сюда не ходи, дорогой. Здесь таких на корню вырезают. Здесь гуляют серьёзные люди, Нечитабля твоим фрэром. Здесь, где криком кричат поезда. Я зачем-то родился и вырос Под горбатым кривым фонарём. Рос я, как бы счастливый звездой, Но счастливая эта звезда. Раньше времени знать захотелось, Что осталось на колка-то сырок На два года по двести шестой. Я стреляю огурки По грязным пиваным. Меня каждая урка Считает своим меня. Каждая шлюха Прибереть и норовит И налить в арматухи. Дешёвый кровью Ведь сам этот бред Сочинил про себя Намрызгагазет. Авторучкой скрипя Где и пить невозможно. Но всё-таки пью Эти строки, похоже, Последний приют. Про такую песню-то говорил По поводу традиции Великих прятать спиртное. Она называется «Два алкоголика на даче». И как раз вот с Андрюшей Мы и делали этот спектакль. Причём так как были сами Сценаристами и постановщиками, Играть было очень тяжело. Потому что по сценарию Мы должны были за спектаклем Пивать настоящую бутылку водки. И когда нас пригласили в Рязань, У нас было шесть концертов За три дня. Первый день мы Я видел это Так сказать Зверское выражение лица Тех, кто видел, что мы пьём А сами не пили. На последний день Когда последний концерт уже кончился Осталось человек 15 Наверное, с пятью удали. То есть очень такой Оказался положительный концерт. А песенка такая Лирическая С эпиграфом Толлосом Большим Когда-нибудь от жизни Спятив Поняв, что дальше скучно Жить Он примаститься на кровати Скучать И в потолок курить Тогда останется одно Сняв захудалый домик Где-то Дни напролёт Давить вино Из перегнившего ранета И с загулдыгой у соседом Глушить тот уксус вечерами Ведя несвязной беседы И незаветно Умирая. Два алкоголика на даче Его окне Едва заметив Ворон и скажет Братцы, как? Ему под стол Бутылки спрятав Достанем Толстый самовар Переведя свой разговор На тему Редьки и шпината И вот войдёт Великий классик Мы скажем Па, какие гости! Хотите, выпьем чаю Вместе? Или подать Берите квасик? И вот Сквозь мутный пенснер Увидит, как он Прокололся, что он Сюда напрасно рвался Через кругу и мокрый снег И скажет Да послел в жопу С прокисшим квасом Из аварды И в ночь Оргубит К санитар Как Бонапарт В свою Европу А алкоголики опять Достанут мутные бутылки И под чесанием затылки Начнут дороги не пенять И убиваясь Почизня В далёком доме У веки Они сидят Как дураки Вот так всю жизнь И после жизни АПЛОДИСМЕНТЫ Я, чтобы не забыть, сразу заказы выполнил Эти песенки Я в своё время Ну, как-то И мне не повезло И соседу моему не повезло Но мы поселились Очень близко друг к другу Я, значит, не могу Выполнять постоянно Его заказы песенные А он не может Такой интенсивный образ жизни вести Как я веду Это такой Ефим Шифрин И он в своё время Попросил меня Сделать несколько песен По программе Которая называется Фотография на память Витя Коклюшкин Нет, не Витя Коклюшкин Помог А, и это Кто у нас сейчас Самый главный В старом телевизоре Лёва Лёва Наважён Написал Прозу Я так вроде Как будто бы Поисел Мягко сказан Ну, и было много заказов В том числе Мне нужна Обязательно Советская народная Алкогольная песня Кому как Никто Тебе Ну, хорошо Я запомнил Только две песенки Причём Первой песенкой Должен был Такой Танго Который Начинался С куплета Чтобы там Никакого Пьянки Ничего не было 60-е годы Дедушка Внук Ну, хорошо Парк Старый А потом Всё хуже Хуже И в конце Полный развал Причём Ты пойми Буду я стать Вот так С книжечкой Петь И могу Удивляться Отдельным словам Например Да То есть Может Не очень приличным Ну, я запомнил Два куплета Первый Писал Наверное Месяц А последний Написал За час Пятьдесят Наверное Про плохую Эту жизнь Буду легче Пишется В Сталинбарке Где цветут пионы Каждый закуток В себе хранит Уголок укрон Для влюблённых И для тех Кто любит На троих Бабушки Выкубливают Лужучек И кашны Подружинах Рути Ты являешь С дедушкою Внучек И танго Изра Отвертит Пар-па-па-пам Пар-па-пам 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 Вот плохой Наступает осень И драйвая разруха Из пруда Сожрали лебедей Чесноком Растяя Пар-па-пам Пар-па-пам Парочка Шатается Пля-пу-шатай Пьяный Спит Под сломанной Берёзой Сдохли Утки Кончился Мотив Там, где райшутся Виталия Роузы Выслыша Висит Пар-па-пам 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 Последнего было много Пар-па-пам 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 Потому что есть нечего Да? Вот Они едят Потому что носить Что-то надо И в это время Пар-па-пам Транспарант Он является Эпиграфом К песенке Там написано Партия Ум, честь И совесть Надо иметь Как хорошо В стране Советской Жить Держись Под трактором На поле И всё Вокруг летает И дыр Жужит И сердце Пьет Свечело И вольно И соломей Парет Над головой Что на полях Сенится Зрее Стерва А их Восмос Сын Боевой Совет Пропустил По первой Ведь это Что-ли Родина Моя Родные Всё Поля И океаны Так Доставай Страх Трах Боян Какая Чёрт Песня Без Боя Давай Споём Про это И про то И выпьем Чтоб жизнь Казалось Жалаще А девушки А дедушки Потом На сто домам Ставар Шаростачат А завтра Утром Снова На полях Где Всё Растёт И бабочки Поркают Ведь Я что-ли Городина Моя И я Добыть Такой Страны Не знаю Лежи Под трактором Дыши Ведь мне Зачем Тужить Стране Советской И нам С тобою На фигне Нужны Ни Африка Ни берега Как в Туреции Ну шо ж Давай рахнём За нашу Жизнь За нашу Сумасшедшую Палату И Коля Отменили Хоммунизм Ну шо ж Давай рахнём За демократов Ну и так далее Может было Коля там Отменили демократов И так далее В общем это Очень длинная Бесконечная история Там банк империал Так называется Я Просто Таким заказом Отношусь Стремно Потому что Он тебе хороший Ну понимаете Его публика Не моя публика Поэтому Если он Какую-то песню Привычную вам В моём исполнении Твою по-другому То это не потому Что он такой подлец Потому что Исправляем Дикцию В хорошем смысле Вообще Это очень странный Контингент Люди Вот если у нас дружок Такой сейчас Споёт песенку Она надо голос Вообще поёт же В своё время Мы ездили на Такую программу Аншлаганшлаг Помните Была да Когда она в Крым И статирики Вообще Это народ Даже и странники Я бы сказал Очень Серьёзно Относящиеся к себе С большим пиететом Это немножко Такие вот Улыбающиеся Скорпионы И откровенных Людей не очень много К сожалению Но есть такие люди Замечайте Как Толя Например Трушкин Он совершенно Такой простой человек Он может Пошутить В корпус отейков Ну как Энкспром Не боясь Что его украдут А там Это всё Ворудится Очень быстро Потому что Он ко мне Приходит домой Вот как Рождается Кроватые вещи И не рождается Чего-нибудь другого Приходит ко мне Трушкин И говорит Будем с тобой Сегодня писать На телевидении Весёлый сценарий В сельском хозяйстве Я говорю Всё Представить не могу Он говорит Там очень хорошие деньги Платят Будет очень весело Хороший сценарий Ну я вот Я сегодня Не пить Не курить Не буду Я говорю Почему это Я жене Слово дал Ну хорошо Обедать будешь Он говорит Буду Он вообще Такой любитель Покушать Причём Может раз в восемь Победать Если бесплатно Я говорю Борщи Супы хорошо Съем борщ Наливаю Громно грамм Стою себе Лодочки Только поднимаю Он говорит Не понял Ты что Слово дал Он говорит Ну слово Не клятва Остался любитель Без сценария Жена без мужа До двух дня Но зато осталась Вот такая фраза Которая стоит Может большего И сценария И вот этих Нервов жены А как правило Я заметил такую вещь Вот сейчас Извините Я потреблюсь немножко Для того чтобы Получился анекдот Это какая-нибудь Криминальная Весёлая история Обязательно в разговоре Должен участвовать Человек Полностью лишённый Чувства юмора Я присутствовал При рождении анекдота Это как правило Либо директор Сатирика Либо была жена То есть пока он шутит Они считают Сколько это стоит Каждая шутка Имеет цену Поэтому не до смеха Серьёзным делом занимается И вот Директор одного сатирика Сидит за рулём машины Справа от него сидит Игорь Артенев Сзади сидим мы С Витей Шандеровичем Он попадает в пробку И даже он Хозяин ситуации Он говорит Я расскажу сейчас Одну смешную историю Значит делал под ковром Зимой Грабца 40 мороза Я там служил И мы пошли ловить Тех кто в самоволку убежал Ходили-ходили Замёрзли Пришли на вокзал И там чучмяк одного Словили Он случай как Драпанул под путем А я за ним И вот бежал-бежал Он небольшой такой Минут 10 не мог Догнать Потом расстроился Как спуртанул Догнал Драпул по башке Водопался Легбессознальный А я сел на рельсы Значит там Минут через 20 Наши пришли Всё его забрали В каталажку Отдежурили всё Приходим в казарму Сатаны снимаю Здесь у него вот такие яйца Обморозил Я к врачу А врач жуткий Какой человек Прописал 3 укола в день Каждый день Целый месяц И всё Через месяц всё прошло А тут мне на побывку ехать Я думаю Если бы у меня были такие Может у меня девки Больше влюбления Я уже Холодную воду Оку дал И на мороз выносил Ничего не помогает И замолчал А вы сидите Уже непонятно Кто из вас первый взорвётся И Артенник говорит Что? Говорит Всё Побыду А тебе ты что-нибудь смешное расскажи Надо быть терчением Артенник говорит Я тоже расскажу Правильно Там другая ситуация Был тоже зимой это была Правда я тогда пошёл в самоволку Но меня словили Я что-то куда-то Рванул там И по путям побежал За мной огромный Как и мужик Я здесь Я с него бежал Убегал Убегал Он всё-таки догнал Ударил он мне по башке Я щусь на нарах Одно-то человек говорит Он всё яйца обморозил А то что это не понимает Я тоже правильно расскажу Я был фельдшером в армии Ко мне приходил Значит один Вот с такими А у меня три санитара Который ничего не умеет делать Я прописал что было У меня одни витамины там были Я не понял Всё прошло Но ребята сейчас научились делать уколы Кому-нибудь надо? Тебе надо? Говорит Лёша Он спрашивает Он говорит Не надо Ну я же как ты рассказывай Я говорю Чего я буду рассказывать? Когда я был яйцом Слава богу Я троги До сих пор Я так не понял Что ты Рассказывал Рассказывал А у меня есть Как Александр Шустер Написал рассказ Последний Он был пополам Ну вот А я всё-таки спожу Свою Вот С вашего позволения Песенка Она называется Бархатная осень Про люди там Все знакомые А второй голос Поёт Это мой товарищ Которого как будто бы нет Но я буду Как бы повреднее голос Это он как будто бы А где-то лето Просто диво И море пенец Солуберега Как пиво И его плещется Как о море Нашкиваляты Ведь это Бархатная осень Обье лето И это Бархатная осень Коловроги И потихоньку Нас у нас С тобой Усвободит Душа Так хочется И сунства Игр Играет Берём билет Идём в Крым Здесь и зимой Летом яко Солнце светит Я на крымчанке Поженился Лишь за этим Он говорит Ну я прости В Москве Что это не дети Ошибка молодости Что они говорят А я бы женился Знаешь Даже на старушке Чтоб мыслиться Знаешь Где-нибудь В Алуште Ведь как И нам Завещал Товарищ Струшкин Бросай Дюхёки Уезжайте Моё небо Глубое Просто диво И море Пенится У берега Как пиво И пиво Плещутся Как в море Наш Теболеты Ведь это Бархатная осень Погнёй Лето Эта бархатная А допихает Бархатная осень И потихоньку И потихоньку Наш ума с тобой Усвободит Уже 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 Хочется Безумство Игры Берём Билет Билет Идём Крым АПЛОДИ Изучить Не знаю На сколько Хорошо Это сделал Но По крайней мере Первым делом Когда я Приехал Мне загадали Русскую народную Загадку Говорит Что такое Русская народная Загадка Стоит В углу Играет На Б Начинается Ну Играет Я вот На этом уровне Естественно Я не мог писать О другом Потому что У них Фольклор Только вот Где-то Живёт В этом Измерении И поэтому Я с тех времён Такую песенку Писал Пили водку Наживали пряники Девок щупали За бока И хозяин Смешной И пьяненький Как кукушка В лесу И кал Кто-то С кем-то В сортире Заперся В дверь Дувались И не гу-гу Снова Пили Крутили Записи И хозяин И кал Ку-ку Да возомкоз Актёр Какого-то Театра Грузчика Кандидат Просто так Из причины Повода Выбивали Мять лет назад Разбросала Их жизнь Как семечки Кто на кладбище Кто в тюрьме Да убьёт Кандидат Теперь Да зудит На своей зорне В серпославши Какой-то матери В туре Пьяный Актёр Поёт И замкоз Пил С паханом Лагеря А во Франции Грузчик Пьёт Мне бы водку Купить и пряники Да куда же Их понесут Ведь кукумить Хозяин Пьяненький Неизвестно В каком лесу Если подробно Сейчас сделать Попробовать сделать Потому что Я поломал все ногти Как всегда Руки-то не задел Чтобы на гитаре играть Придумано Для многого другого Вот И поэтому Ногти ломаются И никакие Тебе снять Играть трудновато Но первая Она довольно Лёгкая Это поэма Маленькая Но поэма Называется «Двадцатый век На кухне у Петрова» Двадцатый век В пивных разводах Скатерть Останки пересохшего Леща Под потолком Скучает богоматерь А ниже На хромой диван К кровати Хозяин В полудрёбе И прыщах Прыщи-пустяк Не скорее примета Что осень Оставляют в дураках Что с Лейкиным Ушла по дорогу света И Лейкин Даже стих сложил Про это Ковалевесец Насрал и ускакал Наш Петров легко Простил измену Не вешался И нюхал дихлофос Он даже не вскрывал В сортере вены Он лишь пошёл Прыщами Да оброс Двадцатый час Подмигивает шлюхой На улице Криптоновый фонарь И холодильник Грузный Как без ухов Бурчит Расстроенным желудком Тварь Тоска и одиночество Другой бы давно Беспился Только не Петров Петров особо Уникальный Пробой И мною Сужден До гроба Протопать Путь достойный Этих стров Казалось бы Двадцатый век Столица Петров Махнувший сам собой Пивко Казалось бы Что может приключиться А вот что У дверей стоят девицы Ну и конечно Некто Кочетков Всё началось Как будто бы прилично С каких-то именем Двух ним А может с ним Да я представлен Там был публично Как будто армянин А может как грузин Короче Приглашён Я был знамёком Сафа диван На выбор Плиз И я уже трещал Что-то с роком Про мой сиван И дефолист Во дурака И две смешные дуры Да пьяный вздор А пикули Под потолком Весевшие амуры Подубим взор Хихикали Не может Всё выкончилось Как надо Барьба без слов Под скрип Сафы Ну что-то После водки С лимонадом По мне стряслось И я забыл Что ж вы гады Медики Умники Поганые Ведь живём Как нелюди В щели Тараканова И пьяных Баб По морде Грич Лодку Бить с стаканами Да рыдать По родине Турья Сарафановой Да даравшись Гадости Под троллейбус Броситься Вот и все Это радости Ты и тени По сердцам Очнулся Гляжу А кругом Тёмный лес Куда же я Братцы По пьянке Залез Утопая В тяжёлых валенках В доморощенном зимуне Заблудился Как мальчик Маленький Я в дремучей Моей стороне И в дремучих Лесах Державы Проклинал я Её Простор Висел Надо мною Ржавый Полумесяц Полутофор На который Всё волки пели И невидимый Сыч И кал И в три пальца В кустах Свистели То ли вьюга То ли ягар Мне ближать На пище Калачиком Сказки Служок Про дураков Анжеляться По лесу Мальчиком Среди Нечисти Волков Неродивая Янька Родина Грога Твою мать То ли С пьяных Глаз провородила То ли Срезвых Тебе Плевать Оно На залу Тебе Ханопат И не угробился В том лесу На поляне Изба Горбатая И хозяйка Готовит Суп Как она Надо мной Плакала Так выхаживала Поверь И живу Я с ней Забедолага Да куда же От неё Теперь Щелем охны Взабитой Ватой На плите Загибающей Мы с хозяйкой Придурковатой Целый день В домино Стучим Прошу прощения Еще одно Такое Серьезное У меня много Я понимаю Что в принципе Я могу состоять В репертуар И как раз Окажусь тем самым Идиотом Которому Хорошо живется В трудное время Ну Нет У меня есть Очень много Вещей Которые Меня Беспокоят И нервируют Просто Как-то К ним Я вот Стал То ли Старше То ли Глупее Потому что Мы сейчас С сыном Писываем песни Совершенно Уже уехали Из этой стороны В голове Вот например Я просто кусочек Покажу У меня вот сынок Пишет Две строчки Написал Не могу Дописать дальше Я говорю Давай читаем Первую Мухи Это маленькие Птицы Ну уже хорошо Я говорю Дальше Черви Это маленькие Змеи Я говорю Извини Арсений Потому что Змеи У меня Национальная Вифа Меня за это Тюкают Дописывай Сам Мальчик Теперь Это значит Дописывать Описываем Вот так Мы географию Жуча Он в испанской школе Работает Что в том классе Конечно Приятно Зимой Олеть Мечтать Обнял батарею Зажмурить глаза И увидеть Зеленое море И стройные Пальмы В Мадриде Вы скажите Мне Что в Мадриде К море Как знать Я пью Холеводос И любуюсь Когда он Нанесет С бульвара Румяные фрукты Качается Валяяжина Я вижу Как в Альпах Альпака Рапченок Пасет Вы скажите Мне Что альпак Там Мне тоже Неважно И вот в этом Стиле Вы совершенно Рождать Свои мифологии Как Алкоголика На даче У нас был Спектакль Главная идея Главная Фабула Живут два Человека У которых Не работает Ни телевизор Ни ранее И сколько Они себя Не знают У них единственное Чтиво Это вместо Обоев Поклеены газеты Лет 25 Тому назад И вот эти Рассуждения Совершенно Какие-то Не относятся К современной жизни Все это Как диалоги Платона Так хочется Жить А вот так Как в этой песне Не хочется Смешная жизнь Грядет на склоне лет В предчувствиях Погромов И простуды Купи себе Какой-нибудь билет И уезжай Куда-нибудь Отсюда Еще есть шанс Прикинувшись Ослом Спокойно Без эмоций Истерик Покинуть эту родину Где злой Юнец Ножом Расписывает Двери Где подрастает Новая орда И в подворотник Бродит ее призрак И этот Извини меня Бардак Ты называешь Бедная Чизна Покуда не накрыла Милый друг Еще есть шанс Ворча на Пенелопу Отправиться Куда-нибудь На юг В какую-нибудь Южную Европу Тебе осталось Глядя на причал Отчарить Из отечества Пророки А мне осталось Родине кричать Глухие уши Эти злые Стройки Пока меня И раскусили И не заслали Заможали Я на великую Россию Гляжу Старого этажа Я вижу Всех подливым оком Старого Дурака И даже Старенького Бога Грустящего На облаках Я вижу Рябову Кукарачу И Тарстаневского В царизах И алкоголиков На даче В тренучих Муромских лесах Поляков Что завел Сусанин Петра Сусами на коне Василия Ивановича Сусами И даже Муху на говне Да велика Россия Матерь И вновь Тобою Амуян Здесь на классической Кровати Грусти Пэт Хотя бы я Узимом Пеплом На форшую В холоде С бабского Плеча Полей телом Душою Легша Небе моя Печаль В твоей Семье Не без урода Ну что ж урода Получай Я сын папажи Всех народов Я лунучек Деда Лубич Там мой брат И серый Волк Тамбовский А дядька Черномор Сестра Лёшка Мед и сёстры И все кривые Как она подмор О боже мой Какая скука О боже Как нехорошо Здесь всяк на всякий Смотрит в ухо По звуку Пряча за душой Здесь не ножом Из подворотни На красной площади Убьют Уже не завтра А сегодня Осталось несколько минут Уже петух На спасной башне Двенадцать куп Рокуковал Уже палач Седой и страшный Орал В топор Перековал Меня Убьют Как иноверца По крики Публики Убей И вылетит Из горла Сердца Помойли Красный Воробей Эй ты Подобие Сыпленка Люди отсюда Далеко Туда Где хмурые Подонки С руки Не кормят Мышняком Туда Где скрученные Железкой Тебя на вылет Не пробьют Люди Как укрик Последний Детский Люди Люди Не то Убьют Пока Меня не раскусили Чему Испытывать Судьбу Я по-английски Красиво На тонких Цыпочках Уйду Я ухожу Поднявший Город Туда Где Граснут Фонари Пока Еще Великий Город Лежит В развалинах Перин Пока Палач Вою И с храпом Припал К подушке Бренда Я ухожу Я тихо 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 Исапой По огородам Ухожу Так а вот На свободы Зылая По огородам Бежам Бежать Как сука Как борзая Куда глаза Глядят Бежать Лобля Губами Корень И воздух Гнилых Картофельных Полей По весь Опор Пока Не поздно Бежать По родине Моей Спасибо Господе Иисусе Что Все Закончилось Добром За то Что В этом Захалусье Позволил Мне Скрипеть Пером Спасибо Больше Чтобы Не надо Я Дальше Сан Как Небудь И Румага И Лампада Мне Дальше Освещают Путь И На картофельном Востоке Под Колокольный Перезвон Взлетят Мои Больные Строки Гребой Картофельных Ворон Все К чертям Перевернется Подкидь Архангельской Другой Питух На башне Поберкнется Дураком Грома Перевернется Палач За страху Промахнется Зимол Пальца Отрубив Судем Гляд Общим Хором Я Истанты И конвой Когда Вернусь Я в этот Город Вернусь Как Сарь Как Герой Вернутся Сахарные Горы Вернутся Реки С киселем И в нет Вечен Этот Город И вечно Старствие Мое Я вернулся В этот Город Здесь Дома Как будто Тяжи Только Чуть Пониже Неба И мрачнее Фонари Я стою Поднявший Ворот И промокший Словно Леший Я шую Горобушку Хлеба Что Мне Нища Подарю Последний Как-то Год Когда мы Годы Работали В театре Нас Чего-то С Аликом Обязательно Как Каждой Тварью Попаре Брали Всякие Путешествия Первым Делом Нас Приглашили В Китай Комсомольцы Устраивали Спутник Организация Они Будете Жить В двухкомнатных Одноместных Каютах Замечательно Поработайте Денег Заработайте Ну хорошо Можно Хоть Однокомнатный Сколько Она За язык Я не знаю Они Позвонили Через день Скажут Точно Однокомнатный А за день Докреста Говорят Нет Вы будете С Мерзояном Жить Так 20 дней Я с ним Не выдержал Вы что Я в гостролике С ним Все равно Ну так Сутку Поехали Жили мы Вчетвером Представляете Купе Только поуже Немножко Я Олег Мерзоев Сережа Крылов Знаете Такой песненький Поет Его жена У него Фамилия По-моему Дубовик А я подумал Ну что Дубовик Тоже Наверное Мужик Она маленькая Такая И он всегда Говорит Я со своей Говорит Кто говорит С женой Пришел Со своей половиной А я С четвертой Прихожу Но тем не менее Они еще заказали Какой-то корабель Который Раз в пять Утонул Он весь Вонял плесень И уштормел Даже на причальнейшую Расставания с Родины Были физические Такие Трудноватые По этой Трудность наложилась Всякая пища Специфической Собаки Сопли морские Почему Вместо Северной Кореи Мы в Южную Кореи Попали в Северную В общем Всем было хорошо Самая главная Операция была Когда мы прибыл В Шанхай Это Change money То есть Мы должны были Поменять Так выгодно Чтобы купить Кожаную куртку Как по Городницкому Приехать И бросить в угол Там кожаная куртка Брошенный угол Ну я там В принципе не купил Ну и поменял Это вроде Ничего Кто-то пробовал Выдавать Это было после Студенческих восстаний Только первая Поездка В 89-й По-моему год Кто-то Трешки пробовал За австралийский доллар Выдавать Матрешки Все что угодно Можно было продать Жену можно было продать Но привезти куртку кожаную Почему-то Все так стремились И все было бы хорошо Если бы Эти комсомольцы Меня попросили Говорят А напишите Песню какую-нибудь Веселую Мы отдельно вам заплатим Только честно Я вас прижал Даже честно Меня попросить Не надо Я написал Честно В общем Бедный мерзаян Не только меня Но его гонорары Тоже Очень весело Съездили Называется Песня с Петровичем Шанхайская С эпиграфом Есть три города матери Одесса мама Киев Мать городов русских И Шанхай Мать его У нас в Одессе Явно интересней Спросите У любого Подареца Ну мы решили С Петровичем Все же сесть На крейсер Что в этом Убедиться До конца А крейсер Тихо шел Куда-то каю Ее уже Горь В родине Скучал Ведь так мутило Что не то Что к другу Я бы даже Тещик так Не пожелал Ой-ой Конечно Потошнилось Нам со смаком Покуда До колей Не дошли А там На первое Подали нам Собаку Отбросали И на второе Принесли собаку Петрович От расстройства Просто плакал А в перерывах Все-таки Тошнил Мы попрощались С этим Милым краем Петрович Как положено Дожлил Три раза Думал он Что умирает Ты представляешь Он не шептал Прощай Супрога рая Но до Шанхая Все же Он дожил Я помню Ту заветную минуту Впервые Так в натуре Повезло Ты представляешь Нам вытали С Петровичем валюту Петрович На радостях Рвало Ах как Мы по Шанхаю С ним гуляли Да городок Забавный Не вопрос С Одессой Правда Сравним Едва Скорее Похож На нашу Ский Привоз Их Ченч Похож На нашу Вовса Смыком Петрович Вам попозже Ты представляешь А були Как последнего Калмыка Как вспомню До сих пор Меня мудит Но я бы был Последним Жалкой Урком Когда бы Вернул Своих Вашли Ты представляешь Я трешку Поменял у них На куртку Что трешку Гаймодрешку Поменял у них На куртку Пусть Теперь Китайцев Подошли Но Бог С ним Сченчем Лучше А веселым Точнее Грустным Будем говорить Я первый раз Связался С корсенолом Что вам Так жить Темать Чего идти Нет Я не хочу Об нем Сказать дурного Об нем Петрович Участ Будет говорить Вот он сейчас Только дотошнит И скажет Солова А мне пора Меня Уже мудит Ну тем не менее И тем не менее Как у нас один друг писал Тучи звучались над Россией Все сочинения начались так И тем не менее Каждое лето Я еду к бабушке Если вы помните Супойте пожалуйста Собачью Слободу Я просто играть-то не умею уже Ну давайте попробуем Странно Я очень Шуст Ну ладно Только я По крайней мере Не собирался петь Вот и дворы Собачьи Слободы Обязаны своим названием Сворам Бездомных псов И сучек подзагорных Таскающих пустые животы По пустырям окрестного За город Сбегающих весной От живодерок До ближних дач На старые пруды В Сентабр Подальше от пины Но это в прошлом Ныне живодер На пенсии Лишь их зритко Припомнит Минувшие баталии И бойни И как конечно Истинный актер В антракте Между тысячей И козлом Припоминая В лучшем свете Драки Пылурухою Маршет Как веселом Плывя по мою Бесконечные Враки И в обезумный Пафос И искант Пугает Одинокую Сороку Из крыши На военного Порока Она взлетает Выбросивый Десант Оратору На лысую Оглоску И на лутек Как зайца Легко скачет По воздуху А ей во свет Собачий Палач Пускай Матом Как из пушки На эту жизнь Глядящий обыватель Глаза Спросуньей Щешет кулаком И запивая Сахар Кипятком Выводит В ученической тетради Вам пишет Аноним Доброжелатель Прошу покорно Разобраться В факте Сегодня утром Гражданин Горицын Обматерил Беспомощную Птицу Сегодня Птицу Завтра Человека Потом Глядишь Ченьки Свистнет Как полноочный Представитель Жека Прошу Его арестовать И высылать В кругу Семьи Инспектор Геред Тортик С улыбкой Вспоминает Этот опус Покуда Под столом Быхтящий Отпрыск Из анонимки Крутит Самолетик Еще не знает Он Что как Нарошено До нос вернет Собачнику Что разъярен Что разъяренный Живодер Уснувший В прекрасном Сне До ночи Что разъяренный Задушит Ирония Невыгодный Художник Но век прогресса Как-то Не до чувств Приходится Крутиться И кручусь Чтобы в глазах Читательской Таможни Не выгляделя Солом По динозаврам Наследникам Слезливого Пальмонта Психи Как специи Главляю Понта Жаргона Раскройки Базара Смакуя Жизнь Как сахарную Вишню Счастлива От того Что безработный Сижу И сочиняю Эти вирши Тихий Как над Хаждаю Находкой Искачет С сердца Сумасшедший Мячик По катакомбам Слободы Собачьей Неверя В пасть Дворняги Чья порода Дала название Этим огородом Ну давай Я пойду еще Отвечу И потом Мы в такой Через триаду Будем к финалу Подходить Ладно? Это опять Уважательство От курящих Вот у меня В Германии Потрясло У них юмор О тещах Только И о пиве Загадку Загадали А чем похоже Теща и пиво Говорит Холодный На столе Ужас какой А я в тени Сказал Армейский Анекдот Про тещу Очень много Сколько Нужно Зубов Тещи Это будет Понятно Как специалист Один Чтобы пиво Открывать Другой Чтобы постоянно Болел Два Всего Откуда Не берутся Эти анекдоты Вот Хороший Анекдот Мне дочка Пронесла Влюбились Кошечку Собачку Я ничего не рассказывал Помню Нет? Ну Влюбились Так что Поженились Пять лет Живут Душить Друг Друг А детей Нет у них Ну И значит Они Пошли к врачу Проверяться Врач проверил Кошечка Говорит Нормальная Может детей Имеет Собачек Может Детей А котечка Говорит А что детей Нет? Потому что Кошка И собака Нет Потому что Вы обе Дилочки Отвечая Эту историю Я сплю Песенку Еще одну Турне Я посетил С Аликом В Югославию Мы ездили Правда По Дунаю Уже Вот Это такое Тоже Письмо Петрович С Чужбиной Называется Сейчас Постараюсь Петро Петро Селедович Ну Хорошо Письмо Петро С Чужбиной Дело в том Что Мы поехали Походить Как раз Таможню В мой день рождения И Трушкин Как самый умный Сказал Что В Югославии Очень модно Менять червонцы На эльгинары И то есть Вот У меня было Еще полгода Еще до войны До их Была Война И все Засулили Мне эти червонцы В ботинки А и так Они мне жали Я там Пришел Еле проходил Тут Таможню Они смотрят День рождения Какой-то Убогих Прокинсон Что ли По крайней мере Не болезнь ботки Это что-то страшнее И значит Пропустили Сам смешок Что я обратно Так же проходил Потому что Оказалось Что не модно Менять Эти червонки Естественно Между Так Такие краткие Переоды Трезвости Потому что Почему-то Все Взрослые От молодых до великих Почему-то Считают Что это последнее плавание Все должны Нарезаться сильно Мы приплыли В город Кладово Ну а как Рынок Это лицо государства Мы решили посмотреть Там Да Что происходит Новенькие Что мы увидели Что наши повара Вот наш сыр Колбасу Потому что мы не доедаем Продают Нашим же Одесситам Которые приехали С одесскими номерами На машинах легковых Они забивают Полные багажники Куда-то чуть дальше Отъезжают Мы Не поленеешься Прошли Тоже наши С одесскими номерами Заполняют Огромные рефрижераты И уходят Куда-то в сторону Уже России Делают тройную Как это Контрабанду Я ничего не понял Но самая печальная история Там была Там плавал такой Узбек Грустный-грустный А мне Я люблю Когда человек Печальный Может выпьем Как дикий зверек Что-то Какие-то звуки издавал А потом В Белграде остался Я слал какую-то записку На узбекском И все Вот все Что запомнилось Такое письмо Петровичу С Чужбины Куда я еду И зачем Не знаю Плыву Как едут Заморожен Под Унаем Я контрабанду Пронес Водинки Тысячу Но с этой Тысячи Я здесь Самый нищий К тому Что Тысячу Трешками Мне дали Я так хромал Что все вокруг Рыдали Я на того же Просто всем Глазам озолил А тот Ну с этой Тысячи Лишь Мозолил Но вот Приплыло В их Город Кладов Мне же этих Кладов Сагаром А не надо Ну Видел я на рынке Там Двухместных А так Все Наш Петрович Все свои С Одессы Петрович Помнишь Прошлым годом С Юсей Мы колбасу Толкнули На привозе Ну Душа вдруг Еще запахла Прошлым летом Купил еще Один Ее такой Маскаль Справедом Как тот Маскаль На Кладовском Базаре Торгует Нашей Колбасой Он за динари И что Снышно Кусыш Наши Покупают И колбаса Уже Почти что Не воняет А ты Слушай Дальше Тут Приходит Новость Другой На этом Мог бы Сделать Повесть Один Узбек Остался С концами Остали Флеш Записку Папа Мать Простите Папа Мама И узбеки Я остаюсь На этом Чудном Бреге И Восифу Простит Во всем Слава Прошу Считать Меня узбекским Югославом Но Коль узбеки Стали Оставаться Я за себя Петрович Начал Волноваться Прошу Тебя Петрович Словно Брата Петрович Забери Меня Обратно Послав Письмо И Робину Послав Целую Жду Твой Миша Югослав Дальше Спою еще Две Песенки Одну По заказу Чистая Куба Один Какие-то Коды Пошли Партизанские Хорошо Вот эту Спою И какую-нибудь Пепетчарюлю Песенку Ладно Такая Кусочек Из поэмы Жидик И На финал Ладно Я первый Знаете Когда написал Поэму Где-то Наверное В пятом Классе Такую Трагическую С двух строк Она его За муки Пульбила За жопу Потом Думаю Что-то Это Мало Надо Перейти На другой Жанр Потом Написал Вроде Песни Когда Слышишь Плохо Написал Песню В двух Строк Меня Засосало А паста И сосало Начинаешь Это Ужас Это Я сам Боюсь Это В свое Время Губерман Взял Мой Спешок Оставил Две Строчки Последние И Придел Две Новые Вот У меня Там был эфир Вместе С ним А потом Через два дня Он ее читает На концерте Я говорю Тебе подходит Что ты делаешь Это же Мишкина Все шептает И ты мне расскажи Как же ты пишешь Вообще стихи Он говорит Игорь Я вас так уважаю Обоих У тебя и Мишу Что тебе надо сказать Так Знаешь Как Начинается Любой рецепт Поваренной книги В румынской Укради курицу Вот этим и занимается Первое дело Украть курицу А потом уже Можно вокруг Ее Гарнира Насывать Ну ладно Я его не виню Портрет главного героя К рассвету Серый как шинель Ради в строфу Как двойню в сорок Он примастится Спать к жене Истративит запал И порох Он литератор всем назло Назло жене И державе Тещи И думаю Таких ослов И днем с огнем Не то что ночью На службе тихо Трусоват Но в этой неприглядной шкуре Вскрывается поэт Чей вклад еще Горозит к литературе И он стихи Что вечный бой Где и покой Сон забытым И ты читатель дорогой Еще пойдешь В неравной битве С ее шедевром Ну на коль Тебе и голову Ты рвался Ввязаться в тот неравный бой Но коль ввязался Так ввязался И вот перед тобой роман Продукт духовного распутства Кричи Да здравствуй страна Где только ненависть к искусству Способна выродить С ее произведение Наружу Да хранит Господь И в хвост И в бровь И Богу в душу А впрочем нечего орать Мы все продукты Одной разрухи И что на зеркало пенять То, что под крышей чердаком Должно быть голубиным То вне мертене чердак То райское жилье И он снимает этот рай За три целых в месяц Ах вы не знаете его Он истинно святой Обыкновенный человек Давным-давно повесился А этот, видите ли, жив И пьет свой кипяток Он без сомнения святой Один из той вечери Он носит старики хитом За сорок два рубля На переносе цепен сыне А-ля месье Чичей Его гнедая борода Невесть в короля Он нерегулярно сделал взнос Растрепанной хозяйке Собачью шапку до бровей На воротник кашне В карманах руки утопив Спускается по шапке Прогнивший лезь из его двор И глядь его уши нет Его боится детвора Старой ненавидит Обидных личикой дури марок Послед ему шипят Грозятся в сумасшедшину Заслать за то, что жный дик За то, что готовый шпион От головы до пяк еще За то, что он глухой За то, что не ответит Такой же броню им в ответ Не дай бог грубит За то, что голову втянув Утонет на проспекте Да что там много говорить За то, что не слабее А там на улице мороз В лицо чахотка лижет И носовой платок в крови Промакивая рот Он непонятно, чем живет Чем непонятно дышит А тогда понятно, на жизнь его Туберкулез грызет Он только за полночь домой Вернувшись незаметно Но у низкой двери постоит Горбатый невысок Вот с ними шапку и кашля Присев на табуретке Не будет долго наблюдать Свой носовой платок Лишь от духовного помышляка Сталось пить жилище Четыре шага поперек Четыре шага в воду Раскольниковский подолок У двери чуть повыше А лежа на тахте его Заденешь бородой И треугольная окно Размерами пугает Увидишь море ржавых крыш Да каланчу в дале Наглазь подвешенную калет Со старым попугаем Умеющим твердить Одно копейку подарит Он нелюдим Он по ночам Чудит дешевой свечкой И изучает потолок Со сломанной тахты И в голубых его глазах Печаль нечеловечья Вот точно так же смотрят В дале сиамские коты И в голубых его глазах Печаль нечеловечья Вот так же смотрят На сиамские коты АПЛОДИСМЕНТЫ Я спою песенку Она посвящается В первую очередь Твердинскому Давайте Отвечу Пришел сюда больной Ухожу здоровый Не хочу потерять это Чувство Но опять же лень Когда пройдет лень Тогда будет новая кассета Честное слово Вот я сейчас приехал Оклемаюсь Потому что Для меня еще Под посещением Парижа Праздника пива И прочего Столько много впечатлений Что мне как-то руки опускаются И хочется подольше сохраниться Вот это состояние Легкого похмелья Ну в хорошем смысле Это Как писал Венчик Игорович Человек с похмельем Он Никогда не может сделать Никакого злого поступка Не дай Бог Никакой революции Он себя трогателен Причален И осторожен Я хочу оставаться В этом же Ну в душе прелесть Я больше теряю Спасибо Ну хорошо Я буду Я буду стараться Честное слово Я даже стих такой написал Я останусь в памяти народа Недолго Что мне надо есть Ну на три Ну на четыре года В крайнем случае на шесть Вот Так что Ну это большой срок Я вам скажу Вот это Посвящение в первую очередь Вертинскому Ну и дедушке Моему Захаршему Иудичу Который мечтал Что я стану клоуном Практически Я выполнен его Завет Сейчас бы ему было 130 лет Такой дедушке Да Эпиграф совершенно Не имеет никакого отношения К песне Скажи-ка, дядя Ведь недаром Москва, спаленная пожаром Была французу отдана Старик вздохнул Докушал пряник И так сказал Не зря племянник Назад вернули Нахрена Мой дедушка Мой дедушка Старик Ну добрый старик Мечтал, что я стал Большим скрипачом И да тут далеком Милане И я буду играть На концерте А внук его глупый Закатывал крик Ведь он не хотел быть Большим скрипачом Он благор мечтал О океане На старом пиатском Что за души А рогану скрипач Холебра с играми Но время проходит, и дедушки нет, он больше не будет стоять над душой. Теперь это ему безразлично, что он мучает скрипач в ресторане. Он по вечерам достает инструмент, не мучает скрипку, и всем хорошо, ему уже да всё безразлично. Ведь он далеко в океане, среди акул и альбатросов. Мечтал стоять он на борту, слегка под вылившим матросом, с огромной трубкой во рту, кричал в бою осипшим басом. На борта шел и вперед, выхода на ноги, на ноги, на глазах, и даже раненый в живот, как он и мечтал из океана, вернуться на науну и причал. Веселый, раненый, пьяный, о боже мой, как он мечтал. Пардон, каваки, ревьера, но где тихой кейш умеет, крича, ну скрипач, халер, давай, играй, я буду петь. Он спел бы по скрипку, про скрип старых мачт, провозом она злую собаку. А маленький свой одинокий скрипач играл бы на скрипке и плакал. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.